Заявление, квитанцию об оплате, охотничий билет и паспорт. Такой список документов потребуется для получения лицензии на отстрел дичи. В течение 10 дней губкинские охотники будут выходить на свои заветные тропы. Когда был маленьким, ездил с отцом, с дядькой на охоту, брали с собой. Ну, естественно, рюкзак носить, а не с ружьем ходить. Ну, потихоньку начал учиться стрелять. Так и привелось все, и до своей последней. Получить охотничий билет несложно, говорит старший инспектор лицензионно-разрешительной работы. Достаточно знать правила техники безопасности при обращении с оружием. Соблюдайте меры личной безопасности и не забывайте, что употребление спиртного может повлечь последствия нежелательные на охоте. Прибывать к месту охоты следует зачехленным ружьем, охотничьим билетом единого федерального образца с документами на оружие и разрешением на отстрел дичи. Обычно приезжают с вечера на охоту, чтобы обосновать и лагерь, осмотреть место, посмотреть место, где охотиться, потому что уходишь от машины, от лагеря куда-то подальше на открытое место. Инспекторский состав, а это три специалиста профильной службы, будут тщательно вести контроль за соблюдением правил охоты. На отстрел каждой особи пернатой дичи существует норма в расчете на одного охотника. По водоплавающей за сезон охоты гусь 10 особей, селезень утки 30 особей. Что касается глухаря 3 особи за сезон, тетерева 5 особей за сезон. По правилам за каждую отстреленную особь охотники должны отчитываться перед инспекторами по охране биоресурсов и не превышать установленные нормы. Сегодня в Губкинском уже выдано около 400 разрешений на отстрел дичи. Более подробную информацию можно получить по телефону 3-62-95. Стоит отметить, что за нарушение правил охоты предусмотрен штраф от 500 рублей до 4000. Елена Канина, Алексей Магин, Новости Губкинского. Субтитры создавал DimaTorzok